Слава Украине, приветствуем от Полонского. Легион «Свободная Россия» продолжает оставаться на территории временно оккупированной московитами Белгородской Народной Республики. Это подтвердил наш ГУР. И они там занимаются деятельностью, скажем так, по подрыву власти московитов на местах и по подготовке освобождения той же самой Белгородщины от московитского управления, от шизанутых кремлевских этих тиранов и убийц. Надо сказать, что, смотрите, если кто-то рассчитывает, что относительно небольшой легион, либо РДК, их не так уж много, должны взять и стать фронтом, окопаться и драться в усмерть за какое-то село, но с превосходящими в десятки раз московитскими ордами, ну это глупо так считать. Партизаны, например, с немцами так ни разу не воевали, буры с англичанами так не воевали, кто интересовался Англо-Бурской войной. То есть надо использовать то, что ты можешь сделать. Это знание местности, нужно агентурную сеть распространять. Вот что они могут сделать? Они могут рвать запросто ту же железную дорогу в любой точке фашистской России. Вот это да, рвать мосты, железные дороги, вот эти шкафы железнодорожные, портить оборудование в аэропортах и так далее, и так далее. Портить газопроводы, нефтепроводы и так далее. То есть на России огромная страна на сегодняшний пока что день. И там столько уязвимых мест, что знаете, вот куда ни плюнешь, туда попадешь в уязвимое место. Поэтому лично я бы на месте Легиона или же РДК все-таки не ложил бы людей в открытом, они это и не делают, в открытом бою с превосходящим их в разы, в разы, в разы противником. А просто наносил бы максимальный ущерб. И они это и будут делать, они это уже делают, поверьте мне. Причем делают настолько успешно, что, по некоторым данным, расшисты снимают сейчас боеспособные части с Луганской области и шлют их в Белгородскую область. Вот так вот. Вот так вот. Эта информация требует подтверждения, но если это так, то, в общем-то, это то, чего мы добивались. Они сейчас вот эти вот боеспособные части придают им технику из запасов, потому что там у них еще где-то как-то осталось. А вместо них ставят приблизительно столько же по количеству на чмобиков. Что такое чмобики, объяснять не надо, да? Вот. И, по сути дела, это то, что нам было и нужно. Посмотрим, так ли это или не так ли это, но многие паблики это утверждают. Это уже очень интересно. То есть, посмотрим, насколько они галят свои позиции в Луганской области. Ну, а в Белгородской это им ничего не даст, потому что сегодня в Белгородской, завтра это будет в Брянской, потом в Ростовской еще где-нибудь. Ну, пускай гоняют. Пускай им италяются там, да, из одной области в другую. Это первый момент. Еще такая коротенькая новость по Бахмуту. Наши опять в Бахмуте. Бои идут на улице Корсунского. Ну, вот, Бахмутский демон докладывает, так что там все нормально. Пригожин, как говорится, набрался пиара себе и свалил из Бахмута. Ну, и вывел уже большую часть своих. И сейчас там Пендюков получает уже Министерство обороны фашистской федерации. Точнее, Министерство войны. Вот. Ну, это, скажем так, из Бахмута новости будем ждать завтра, послезавтра. Так что наши в городе там, наши в городе. И, естественно, идет сейчас одновременно тяжелые бои идут по охвату этого города, по высоткам там вокруг. Так что, все будет Украина.